О том, что у дочки серьезные проблемы с сердцем, Валентина Печенкина узнала еще в роддоме. Правда, окончательный диагноз удалось установить только к трем месяцам Кати. Аномалия Эпштейна и синдром ВПВ. Так как это очень редкий порок сердца, он занимает всего 1% из всех пороков, поэтому врачи не могли изначально понять, что это. Когда нам поставили этот диагноз, нас уже изначально сразу стали готовить к тому, что нужна операция кардинальная на открытом сердце. Операцию врачи советовали делать после того, как девочке исполнится 16 лет. В 2014 году семья переехала из Объятого войной Донбасса в Видное. Поначалу болезнь проявляла себя не в полную силу. Катя на любительском уровне занималась танцами, плаванием, рисовала, вела активный образ жизни и даже снималась массовки в фильмах. Я красиво рисую. Это мое такое хобби. Еще я люблю сочинять всякие рассказы, такие маленькие. Я читать тоже люблю. Сниматься тоже мне нравится, только иногда я стесняюсь. Но с началом пубертата состояние девочки ухудшилось. Она стала сильно уставать, появилась тахикардия. Врачи сказали, медрить больше нельзя. Предлагали установить ребенку искусственную створку сердечного клапана, но ее бы пришлось менять уже через 7 лет. Тогда Валентина начала искать другие пути. Мы порекомендовали в Питер поехать к доктору Болсыновскому. Мы когда к нему поехали, он нас посмотрел, сказал, да, я смогу сохранить ей клапан и сделать из ее тканей клапан, чтобы он правильно работал. И мы стали готовиться к операции. В итоге 25 октября в Самарском кардиологическом центре Кате сделали операцию. Ее провели в четыре руки два ведущих российских кардиохирурга – Владимир Болсыновский и Сергей Шорохов. Очень много швов на сердце, потому что отсекалось, даже микард отсекали. То есть протокол операции очень большой, сердце было остановлено более трех часов, а сама операция шла около семи часов. Сейчас я чувствую себя хорошо, но стараюсь я не расстраивать родителей. Потому что если я скажу, что я плохо чувствую, то мама начнет расстраиваться. Мне это не надо. Поэтому я всегда чувствую себя хорошо. Мечтаю, чтобы наконец-таки у меня все сожило. И что тогда будет? Тогда я буду полностью здорова и как все. Сейчас Кате требуется длительная дорогостоящая реабилитация, на которую у семьи практически не осталось средств. Помочь девочке вы можете уже сейчас, перечислив любую сумму. Реквизиты вы видите на своих экранах. Также на телеканале Видное ТВ 30 ноября с 18.30 до 21.00 в прямом эфире пройдет благотворительный марафон от чистого сердца в поддержку Кати Печенкиной. Давайте делать добрые дела вместе. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова